С начала боевых действий Геннадий Карра разведывал места снайперов в микрорайоне Ленинском, но хотел непосредственно встать на защиту города, грудью ограждать свою семью. На вторую неделю войны он твердо решает идти на передовую. «Я звоню другу с Борисовкой, покойному. Он приходит. Я беру свой военный билет, паспорт, военный билет, рубашка короткая, шаровары и тапочка. Вот это тапочки летние. Я прошел Ленинским утроем, молдаване меня остановили на Южном. Но мне сказали, Гена, если я поймаю, тебя убьют». В составе территориально-спасательного отряда рядовой Карра охранял предприятия – жилые дома. До сих пор вспоминает, как отстреливались от врагов, как брали пленных. В ночь дежурство на шелковом заводе получил ранение и контузию, последствия которого ощущает до сих пор. «Шторманул, лазань, гранатов кто-то кинул. Я же не знаю, что было. Короче, только я… такой звон уша. Ну, это не передать. Это страшное дело. Сэм мне кричит в ухо, что-то толкает. Я его толкаю, это до драки. Сэм отрывает мне рукав и зажигалка. Видит, что у меня разорвано до косы здесь все. И он перевинтовывает меня. После ранения возвращается на войну. И сражается, как говорят, до победного. Честно, смело и без ложного героизма. После войны возвращается к мирной жизни, но военную службу не оставляет. Становится рядовым солдатом в погранотряде номер пять. А страшные события войны видит во снах. «Страшно? Конечно, страшно. Мне два раза снайпер снимал. Два раза пуля пролетела. Один раз веточка право. Право возле уха. Пах! Веточка сломалась. Я на карачках и полз за десятым. Он говорит, страшно. А что говорит там?» Вот уже десять лет защитник Приднестровья прикован к постели. Из-за постоянных болей живет на обезболивающих препаратах. Вспоминает, началось все с удорог. Боли в пояснице и онемение ноги. В Кишиневе ему ставят страшный диагноз – позвонковый рак. За этим следуют годы лечения. Геннадий Карра переносит четыре сложных дорогостоящих операции, которые впоследствии сделали его инвалидом первой группы. Лечение не приносит никаких результатов. «Он вот такой недвижимый. Его сейчас нельзя дотронуть. У него инервации. Он голый лежит вот в этом шалаше. Он лежит там голый. Потому что если дотрагиваться отсюда сюда, у него инервация. У него иголки вот так колят. Это вот я ему сейчас два укола сделала, перед этим как бы имели прийти. И он еще агрессивный. Сейчас через минуту, может, 30-40 он начнет, вот как воет. Представляете, боль. Ноет. Сегодня для защитника Приднестровья вся жизнь – боль. Каждое даже малейшее движение приносит страдания. Каждый час – два инъекции сильнодействующих препаратов. Избавиться от боли поможет сложная операция. Ее могут провести в спинальной клинике города Москвы. Для этого семье Карра необходима сумма более 10 тысяч долларов. Просто неподъемная для двух пенсионеров. Вся пенсия уходит на лекарства и уколы. Когда-то он защищал наши жизни. Теперь и мы можем отплатить ему тем же. Помощь в спасении жизни защитника Приднестровья Карры Геннадия Порфирьевича может оказать каждый неравнодушный приднестровец, перечислив средства на расчетный счет, который вы видите на своих экранах. Номер счета в приднестровских рублях 222-667-60-95-14. Российские рубли можно перечислить по счету номер 222-667-643-40-347. Получатель Кара Галина Сергеевна. Семье будут рады любой помощи. Не оставайтесь равнодушными.